Утро доброе, в студии Кирилл Уржумцев, и сегодня я приготовлю пиццу. Но пицца будет максимально простая, потому что тесто для нее мы готовить не будем, оно уже готово. Я его вам чуточку позже покажу. Для приготовления пиццы мне сегодня понадобится сыр, конечно же томатный кетчуп, немного оливок, болгарский перец, красный и желтый я сегодня взял, ну и за мясную начинку сегодня отвечает колбаса. Не зря я в самом начале сказал о том, что тесто сегодня не понадобится, оно готово, это обычный тостовый хлеб. Его я выложил на противень, начинаю собирать пиццу. Сначала томатный обычный соус, я думаю, что одной чайной ложечки будет более чем достаточно. Самым лучшим сочетанием для томатного соуса будет, как вы думаете, что? Конечно же, майонез провансаль от Хабаровского МЖК. Майонез провансаль от Хабаровского МЖК – это натуральный продукт с использованием отечественного сырья. В отличие от других производителей, МЖК Хабаровский придерживается рецептуры, разработанной еще в советское время. В составе натуральное сухое молоко, яичный порошок и традиционная русская горчица, придающая пикантность майонезу. Рецептура провансаля уникальна. Он производится строго по ГОСТу, без применения консервантов. Провансаль вкусный, полезный и качественный. Совсем чуть-чуть добавляю майонеза на каждый кусочек хлеба, затем ложечкой его я размажу и буду добавлять оставшуюся начинку. Майонез распределил, теперь перехожу к мясной составляющей, а именно к колбасе. Ее я вот так вот, не стесняясь, на каждый кусочек распределяю. Теперь на поверхность будущей пиццы раскладываю по несколько кусочков болгарского перца. Не жалеем ингредиентов, добавляем побольше. Побольше значит повкуснее. Отправляю маслины на поверхность каждого кусочка нашей будущей пиццы. Остался последний штрих. Хорошенько каждый кусочек посыпаем сыром, не жалеем его. Отправляю пиццу в духовку, разогретую до 180 градусов, до готовности. Пицца без теста готова. Посмотрите, какая яркая и ароматная она у меня получилась. Ну а пожелание на день сегодня будет следующим. Проводите со своими родными и близкими как можно больше времени. Обнимайте их и говорите о том, как сильно вы их любите. Ну или же встречайтесь почаще за вкусным завтраком. Например, таким, как сегодня. У меня все. Приятного аппетита. Пока.